МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, дорогие друзья! Мы представляем вашему вниманию серию программ Пульс Времени. Это касается всего человечества и человека в целом. Сегодня мы хотели бы поговорить с вами на тему проблемы взаимоотношений поколений, отцы, дети. Что это? Как это? Стоит ли об этом говорить? И самое главное, как об этом говорит Библия? И сегодня мы поговорим с нашими исследователями Библии и истории Волкославским Ростиславом Николаевичем и Ващининым Евгением Ивановичем. Здравствуйте! И, конечно же, хотелось бы начать с такого вопроса, который, наверное, волнует все поколения. Почему между разными поколениями возникает непонимание? Чем это вызвано? Какая причина? Это хороший вопрос. Позвольте для начала сказать, что мы не собираемся читать мораль другим поколениям. Потому что все мы друг от друга зависим. Все мы по эстафете передаем свои недостатки, свои достоинства и свои понятия и взгляды. Поэтому мы не собираемся никому читать мораль, никакому поколению. И одновременно нужно сказать, что мы не хотим отставать от поколений самых передовых, будем говорить. Поэтому мы знакомимся и изучаем те теории, которые сегодня существуют. Есть теория поколений, есть теория семьи, семья и система семей и так дальше. То есть множество теорий, которые из разных сторон изучают вот эту проблему взаимоотношения между поколениями. И нужно сказать, что нельзя и от этого дистанцироваться или отрицать это все. Но нас больше всего интересует этот аспект внутренней, глубинной тех нравственных закономерностей, которые вскрывают нам Слово Божие и Истины Божьей. Я бы хотел все-таки сказать, чем вызывается этот конфликт, потому что я, может, прослушал этот момент. Чем вызывается этот конфликт недопонимания между отцами и детьми, между родителями, между поколениями? В чем суть этого непонимания? Мы в ходе этой беседы ответим на этот вопрос. Хорошо. Тогда задам следующий вопрос. Вы были в такой ситуации, когда ваши родители вас не понимали? Или, ну, как бы, не знаю, дети ваши не понимали вас? И в той, и в другой ситуации. Я думаю, что все мы были. Вот, помню, когда мне уже выдали в советское время паспорт, мы жили в Днепропетровске, и я сказал, так, хватит мне указывать все, что мне делать. Я обратился к своим уважаемым родителям и сказал, я еду на автозавод, там, вверху, по работе Днепропетровский автозавод был тогда, вот, и я буду устраиваться на работу, буду самостоятельным человеком. Пришел в отдел кадров, и говорю, есть у вас работа, можете взять меня на работу? Он так посмотрел на меня, говорит, есть, поете грушечками металла? Я, конечно, поблагодарил, повернулся, и больше я не устраивался на работу. То есть, в данном случае, так вот, был мой такой протест против, так сказать, родительских понятий. Грузия, да, но нужно признать, что и родители не всегда понимают детей. Ну, так вот у меня было, как у всех людей бывает. Евгений Иванович, а вы, может, у вас был какой-то ваш личный опыт? Да, я хочу сказать, что, мне кажется, нет подростка, нет мальчика, который во всем соглашался бы с родителем. Мне казалось, что они не видят, не понимают жизни. Они уже ее прожили, а я только начинаю жить. Мне казалось, что они, ну, вообще, как бы, у них нет смысла жить так, а я хочу жить по-другому. И мои мысли, взгляды на... родители были религиозные. А я думал, а как мне к этому относиться, надо ли оно мне? Поэтому я скажу, что у меня свои были мысли. Потом, когда я вырос, когда я создал семью, я стал религиозным почему-то. Я стал священнослужителем. Это поменялось, да? Да, и мои дети говорят, папа, означает ли, что если ты священнослужитель и там пастор церкви, что мы должны ходить в эту церковь, что мы должны верить? И у нас был свой конфликт. Конфликт между нашими поколениями. То есть это такая ситуация, в которой мы вообще постоянно живем. Да, мой внук сказал, что вы навязываете мне свои ценности сначала. Сейчас он уже так не говорит. Поэтому еще мы в другое поколение перешли. Да, наши дети и мои дети тоже, они поменяли. И почему-то ребенок самый первый, который старшая Элина, она стала настолько как бы близка по понятиям, когда вот ей 20 лет исполнилось, за 20. Мы очень близки к ней сейчас. Ну а старшее поколение, насколько я знаю, оно говорит, мы будем жить, как жили наши отцы, как наши деды жили, так и мы будем жить, продолжать и верить в ту религию, которую нам навязывали наши родители. Ну давайте мы от этого немножко отойдем и перейдем к следующему вопросу, который бы хотелось задать. Было ли такое недопонимание во все времена? Или это, ну вот, последнее время буквально, ну вот, время развития, эпохи, так сказать, просвещения? Может именно в этот период это все изменилось? Или это действительно мы можем проследить, какую-то сделать канву, что это было во все времена? Когда изучаем историю, можно увидеть, что вот со времен Александра Македонска, хотя бы, например, и до времен Александра Невского прошло 15 веков. История была статичной, то есть одинаковая по многим показателям. Предположим, как люди воевали при Александре Невском, так же и при Македонском, так же и при Невском. Как путешествовали, какие средства путешествования были. При Александре Македонском такие же, при Невском были, оставались. Землю обрабатывали, так же примерно. То есть все, в принципе, двигалось статично. Да, то есть статично. И поэтому конфликты были всегда между родителями и отцами. Но они не носили такой остроты. А сегодня мы живем в другую эпоху. То есть сейчас они намного выраженнее стали, эти конфликты? Да, потому что темпы жизни, история динамизм набирает невероятный. То есть быстро меняются события, быстро меняются все процессы жизненные, идут в невероятном ускорении. И поэтому разрывы между поколениями или конфликт между поколениями, он становится все более острым, все более осязаемым. Я бы добавил одну мысль такую, что проблема поколений, вот старое, может быть, то древнее время, он тоже озвучен даже многими такими авторами, как Сократ, Герсиот, или Федор Тютчев написал, что одно поколение набегает на другое, как волна, и накрывает его. Герсиот в 720 году до нашей эры написал, эта молодежь невыносима, невыдержана, просто ужасна. А Сократ в пятом веке до нашей эры пишет, нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты и не уважает старших. Представляете? Сократ пишет. То есть он говорил, наверное, о нашем поколении. Ну-ну-ну, это он о своем поколении пишет, но заметьте, сегодня поколение, во-первых, разделилось. Если сказать старшее и младшее, то только младших поколений сегодня можно насчитать 2-3, они делятся. Потом они стали ярко выражать свое несогласие. Да. То есть вот то следующее поколение, если оно с чем-то не согласно, оно поднимает бурю, оно поднимает революцию, оно поднимает протест более явно, и он выражен сегодня не так, как в те древние времена. А повлияло ли как-то на развитие отношений эпоха просвещения? Да, нужно сказать, что именно она, это грех эпохи просвещения заключается в том, что она поставила в центре человека, независимого. А это оказалось очень хорошо, очень руманно. Человек мера всех вещей, он совершенно независим ни от Бога, ни от природы, он должен жить по законам природы, понимаете? Он мера всех вещей. И эта философия, она оказала влияние на все последующие до современного поколения. Она оказала влияние. Какое, вот могли бы вы в нескольких словах описать, какое влияние оказала эпоха просвещения на современное поколение? Она оказала такое влияние, что культ науки, научное самомнение, которое так ярко, амбициозно выражено, оно повлияло на психологию людей. Им кажется, что наука, она ответит на все вопросы, и поскольку она доминирует сегодня в мире, то через нее можно решить все вопросы. Поэтому мы живем, да, мы понимаем значение и пользу науки, и всех видов науки. Но мы понимаем, что наука в основном говорит о внешнем, о поведении человека, говорит, психология, там, социология, как ведет себя общество. А что касается внутреннего мира человека, его закономерностей духовных, вот этим, конечно, сущностями человеческой природы, об этом говорит Священное Писание, говорит Библия. И поскольку это отметается, поэтому некое такое понимание человека совершенно автономного от Бога, независимого. Получается, она наложила такое влияние. Эпоха просвещения дала инструмент или оружие в виде, она, во-первых, поставила под сомнение такие институты морали, институты старой морали или социальных отношений, устоев определенных. Она смела все во главе человека, его личность, его ценности. И теперь этим оружием очень пользуются, особенно современные люди. Что я думаю, что я хочу, это во главе, ну, как бы, угла. Даже если ты неправильно, дайте право, у него есть права. Понимаете? То есть, сталкиваемся с проблемой. Мы можем сказать, что современное поколение не виновата, что оно не знает Бога. Что оно не так познакомилось с Богом, как, ну, к примеру, в эпоху просвещения. Люди были намного религиознее. До эпохи просвещения. До эпохи просвещения, да. Люди были намного религиознее, чем в наше время. Ну, мы, видите, вот тут надо оговориться, что мы не идеализируем людей до эпохи просвещения. Тоже правильно. Эпохи средневековья. Там были свои большие-большие проблемы. Но что касается этих поколений последующих, вот, по крайней мере, за эти 200 лет, то тут уже становится все более выраженным это. Возьмите в литературе мировой, об этом много говорится, возьмите отцы и дети Тургенева, да. Очень сильный анализ дается взаимоотношений, по крайней мере, того традиционного общества, которое было в 19 веке. Базарова, Анна, да, вот эти герои хорошо показывают нам. Ну, и не только, предположим, русской классической литературе, украинских писателей тоже об этом говорится. Возьмите Шевченко, об этом прямо говорит, учитеся, брати мои, думайте, читайте и чужого научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто батька забывает, того Бог карает. Хто батька забывает, того Бог карает. Чужие люди цураются, в хату не пускают. Слово цураются, значит, они дистанцируются. Да, вообще, принятое нравится. Спасибо, спасибо. А как Библия вообще смотрит на конфликт поколений? Какие рекомендации она дает нам, вот, как избежать вот этих вот конфликтных ситуаций? Может, вы какие-то примеры, Евгений Иванович, примеры из Библии каких-то конфликтных ситуаций? Или конфликтных моментов, вот, тоже касающихся поколений? Могли бы вы нам как-то осветить? Ну, несколько таких простых примеров, может быть, Адам и Каин, и Авель, первые родители и дети, дети разные. Но если отойти от этого примера, просто увидеть даже поколение Ноя перед потопом и его детей. Кажется, спаслось 8 человек. Всё начинается, перезапуск отношений. Но мы видим, какие разные дети. Когда Ной после потопа, написано, возделывал сад и обработал виноградник, и вино постояло, забродило, и Ной выпил, то один из его детей, он, смотря на вот эту картину выпившего или опьяневшего отца, начал насмехаться. Он подверг это старшее поколение, которое было в высшем почтении и уважении, он подверг публичному осмеянию, за что получил проклятие отца. Этот конфликт дошёл до того, что он и поколение Хама, и его ребёнка Ханаана получило проклятие от отца своего. То есть, представьте, как отец и сын, какие отношения вот столкнули их, потому что Ной увидел непочтение со стороны своего сына и его детей. Если мы увидим дальше, проблема поколения у Давида и его сыновей, особенно, может быть, подтолкнуло к этому неправильное поведение, в чём-то ошибки Давида. Он тоже не был идеальным человеком. Но поднимать руку на отца, как это сделал Ависалом, имя Ависалом означает «отец мира», Авэшалом. Но представьте, как он себя ведёт, когда хочет убить и загоняет своего отца в трудную, как бы, ситуацию, и уже на пожилого человека, потому что Ависалом был уже зрелым, военачальником, поднимает руку. Такой конфликт непростой. Да, может быть, и можно было избежать этого конфликта какими-то другими путями. Мы видим ещё одного отца Ильи, священник, и его сыновья. Когда Ильи, зная, что следующее поколение не всё делает правильно, не следует моральным каким-то принципам, но или, решая избежать какого-то конфликта или порицания, уступал, уступал, смягчал, пока Бог как-то не вмешался и не наказал вообще эту всю семью, потому что в один день погибают два сына и сам отец их погибает. То есть Библия полна этих прямых примеров кризиса от поколений в этих отношениях. Вы часто приводите поколения, когда дети непослушны своим родителям или дети делают что-то неправильно. А есть ли пример в Библии, когда отцы делают что-то неправильно по отношению к детям? Вот, к примеру, дети делают правильно, а отцы делают неправильно. Вот что-то такое. Потому что не может быть всегда такое, что только дети делают неправильно. Получается, отцы безгрешные, безошибочные люди. Да, я как бы привёл вот эти примеры, но в случае с Ноем он тоже допустил ошибку, в случае с Давидом он тоже как бы вызвал этот порыв недовольства на себя. Дети, конечно, увеличили, хотя можно сказать, что есть и другие примеры, более, когда дети благочестивее, чем их родители. Например, если вы знаете, что у Езеки был отец, царь Езеки, но царь Езеки праведный, а Ахаз, его отец, был неправедный человек. Резкая была перемена, конечно, в поведении в Израиле, то есть иногда дети, смотря на пример своего отца, делают вывод, так не жить, так не поступать. Можно и другие примеры привести, но один из лучших примеров, наверное, Ростислав Николаевич расскажет пример Иисуса, когда Он родился на земле. Божий Сын пришёл на эту землю и прожил какую-то часть человеческой жизни. Как Он сталкивался с поколениями и Своего Отца, и будущих? Несомненно, что жизнь Иисуса Христа, она представляет собой удивительное, редкое явление в роде человеческом. В том отношении, что здесь такая гармония существует, что Христос, Он выступает как совершенно послушный до пори до времени, находящийся под родительской опекой. Написано, что младенец же возрастал в любви у Бога и у человека. Значит, Он умел строить отношения, правильно, даже будучи мальчиком. И как Исаия о нём сказал, вот отрок мой, пророчески говорил о нём за 600 лет до этого, вот отрок мой, которого я держу за руку, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопиёт, и никто не услышит глаз его на улицах, трости надломленные не переномлены, или накурящегося не угасит. Но это не значит, что Он слабый, Он сильный. Он сильный в том отношении, что Он не идёт на поводу, предположим, окружающих Его ровесников. Поэтому Его и не понимали зачастую родные братья, и мать даже не понимала его, потому что у Него было назначение, Он – Бог, явившийся во плоти, и Который показал нам, что на всех этапах человеческой жизни, во всех взаимоотношениях, он вступил во все взаимоотношения, в которые обычно люди вступают. Единственное, что он не был женат. Но во всяком случае, он дал наставления всем правильные. Как относиться к фарисеям, врагам, как относиться к друзьям, как относиться к родителям. К детям. Детям мы читаем это, и мы внутренне чувствуем, и Дух Святой нам подсказывает, что это достойно подражания, что это Божественная Личность, что она ведёт себя так, не так, как обычно мы поступаем. Да, хорошо. Скажите, но всё-таки Иисус знал, из-за чего началось вот это недопонимание поколений. Он знал вот эту вот причину, которая возникла, что отцы перестали понимать детей, дети перестали уважать родителей, и в свою очередь не понимать их. Он знал эту причину, почему это всё возникло. И он знал, наверное, решение проблемы, или, может, не знал. Или он просто знал, как нужно правильно себя вести. Иисус Христос, бессомненно, не сомненно, знает всё. И знал. Он знал, как от начала это произошло, почему это нарушение произошло. Евгений Иванович показал на протяжении ряда поколений, как это происходило. А Слово Божие нам говорит о том, как это начиналось, когда люди, первые люди согрешили, не послушали своего Отца Небесного, Бога. И поскольку он сам был в своё время до воплощения Творцом, то, конечно же, он и знал, и видел, почему и как произошло это. Что это было нарушение нравственного закона. Закона Божия, который, вы знаете, это уж пятая заповедь. И Христос её не только знал, но Он её практиковал и показал, как в идеале она должна соблюдать. Почитай Отца твоего и Мать твою, чтобы проделись дни твои на земле, которые Господь Бог твой даёт тебе. У меня мысль, я хотел бы добавить одно слово к тому, что, как я вижу, проблема поколений рождается в том, что первый человек, согрешив, он знал волю своего Отца, Адам, Ева, знали волю своего Отца. Но дьявол внушил им мысль, что вы как Бог, вы сами знаете. И вот эта мысль, я знаю, я имею опыт, я имею свою мудрость, она свойственна как старшему поколению, которое говорит молодёжи, да вы ничего не знаете, так нельзя говорить, они иногда больше знают, чем мы. Так и молодёжи иногда, эта мысль нравится, мы всё знаем. Что вы там знаете? Вы уже своё отжили. И вот это как бы природа греха, греховного мышления, ведь грех это не что-то такое, что у нас, это поражение нашего разума, сознания. И вот это, оно свойственно каждому поколению, вот здесь корень проблемы. А Христос, Он обращал внимание, и вот многие советы и наставления, ну и вообще Евангелия и Новых Заветных Посланий. Христос сказал, почитайте родители, почитайте, дети, почитайте родителей. В Новом Завете дальше апостол Павел говорит, а вы, родители, не раздражайте ваших детей. Дети во всём слушают, почитайте и повинуйтесь своим родителям. То есть мы видим, что вот этот конфликт поколений Библия как-то уравновешивает и говорит, оба поколения, обратите внимание друг к другу, она не ставит одно поколение над другим. Над другим, да-да-да. Да, и больше того, Бог не просто смотрит или фиксирует факты, что вот, как предположена наука, фиксирует факты, вот и вот, 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 вот причины какие, и вот такое положение. Бог оказывает действенную помощь. Пророчество Малахии прямо указывает на то, что последние поколения особенно получат от Бога помощь, если вас зовут Господу. Прямо у Малахии, вот как мы читаем в 4 главе, в конце главы, самый последний текст Ветхого Завета говорит, Господь, наступают дни, когда Господь обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, вот, чтобы, когда, говорит, я приду, чтобы не поразить всё человечество. Так об этом говорится? Да, да-да-да. Не поразить земли проклятием. Да. Действительно, вот это хорошая мысль, понимаете, вот... Помощь свыше идёт. Да, что мы нуждаемся в изменении внутри. Мы не просто нуждаемся в том, чтобы проводить время вместе, потому что иногда люди с разными точками зрения, в два поколения проводят время вместе и только ссорятся. Они не выдерживают один с другим, если не поменяются внутри. Я слышал одну такую мысль, вот в семье есть несколько детей, например, и вот задают родителям, маме, папе вопрос, какой ваш трудный ребёнок? Мама говорит, вот этот, а папа говорит, нет, не этот, другой. И родителям сказали потом, проанализируйте, проанализируйте, а какого ребёнка вы больше любите? И один отец сказал, вот мой трудный ребёнок заставил меня задуматься, что я его не так сильно люблю, потому он и стал трудным для отца. А для матери мама говорит, а для меня он не совсем трудный, потому что, видать, она больше любила и находила к нему какие-то большие, лучшие подходы. Поэтому вот это нам нужно, что Господь говорит, обратить сердца отца к ребёнку, к детям. Посредством силы Духа Святого. Силы Духа Святого, изменения внутри. А ребёнка к отцу. Ладно, ребёнок ведёт себя неправильно, но когда у нас это раздражает, когда мы видим какой-то протест внутренний, что мы не можем его так обнять, так вот тепло к нему отнестись, надо задуматься, что в нас. То есть мы можем сказать, что для Бога мы как трудный ребёнок. Да. Между Богом и нами возник какой-то конфликт, и благодаря Иисусу Христу и Его жертве мы можем получить вот это искупление и прощение. Правильно, да? Прощение, которое поможет нам в дальнейшем решить вопрос вот этого конфликта поколений. Но я хотел бы задать вам следующий вопрос. Какая самая важная рекомендация для всех поколений записана в Священном Писании? Какую рекомендацию даёт Библия для того, чтобы как-то обойти вот этот конфликт поколений? Или же смягчить этот конфликт? Потому что мы смотрим, он уже на протяжении веков. И в наше время, как вы уже говорили, он ярко выражен. Как нам обойти его или всё-таки смягчить вот этот вот конфликт? Есть ли какие-то рекомендации Библии? Рекомендации и в Библии есть, и рекомендации в современной педагогике есть, в психологии есть. Вот, но давайте остановимся на тех рекомендациях, которых Слово Божие даёт. Слово Божие говорит о том, что придите ко мне и научитесь от меня, Христос говорит. Это он обращается ко всем поколениям одновременно. Вы все нуждаетесь в том, чтобы получить большее, чем вы имеете. Вот это заблуждение века или заблуждение уже нескольких веков о том, что человек сам может, поднатужившись в вопросах культуры, в вопросах науки, в вопросах философии, он может преодолеть все вот эти конфликты. Это заблуждение. Заблуждение. Всё это нужно, но оно недостаточно. Человек не автономная система, и человечество не закрытая система, которая сама в себе должна решать всё. Без реальной и объективной действительности, которая говорит о том, что Бог есть участник человеческой жизни, что мы от Него получаем жизнь, без Него мы не можем победить свой эгоизм. Вот это осмысление этого, это будет начало для каждого человека, начало новой жизни, нового пути вместе с Господом. Всё, что мы делаем. И мы можем иметь большой успех. Бог не лишает нас свободы. Хватит быть импульсивными подростками, понимаете? Даже взрослым, даже учёным современным. Хватит быть настолько самостоятельными. Мы же видим, что мы не можем из этого, в конце концов, выйти в положение. Это замкнутый круг, вот это, так сказать, противостояние поколений. И при том острого противостояния поколений. Это первое. Второе, конечно, нужно прислушаться и к советам таким, которые есть. Вот этот же, помните, вот такое известное повествование о том, что папа подарил пятилетнему мальчику мячик. Мальчик говорит, папа, пойдём поиграем в мячик. Ну, мне некогда. Другой раз. Стало мальчику уже 14 или 15 лет. Папа подарил ему удочку. Он говорит, мальчик говорит, папа, пойдём на рыбалку. Мне некогда. Сейчас. Другой раз мы с тобой пойдём. Ну, вот так и прошло детство. Мальчик вырос, стал взрослым. Дедушка, а папа стал стареньким. Папа говорит, что ты ко мне давно уже не звонил? Что ты ко мне не заходишь? Не заезжаешь, да. Папа, ну некогда. Извини, я занят. Нужно искать возможность подружиться со своими детьми, со своими внуками. Мы должны стать на ступеньку ниже. На их уровень, если мы считаем, что мы выше. И не осуждать их, и не ставить себя выше, а стараться войти в их положение, чтобы именно через дружбу, через взаимное понимание, через взаимную поддержку. Как люди, которые все попали в одинаковую, так сказать, беду. Грех нас всех искажает. С Божьей помощью оказывать друг другу вот эту помощь. И Бог будет идти навстречу каждому отдельному случаю, каждой отдельной семье. Все это поправимо, но поправимо с Господом. Да. Помните, как Христос сказал, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Я думаю, что кризис от нашей поколения, это кризис любви. Одно поколение не переносит другое, оно его не любит. Другое поколение не может понять. Нет любви. Мы замкнуты в эгоизме, как говорит Ростислав Николаевич. Еще помните этот принцип, что табула раса, что ребенок рождается идеальным, чистым. Восковая дощечка, на ней можно все написать, но нет, ребенок оказывается не рождается таким. Это поколение, рождаясь, нуждается в благодати. Мне очень нравится, что Христос сказал, пустите детей, это он мамам сказал, приходить ко мне. Он знал, что поколение детей и молодежи нуждается в нем. Но нам, родителям, он тоже говорит, а вы, родители, не раздражаетесь, учитесь у меня. Отцы, мы отцы, молимся, молитва отче наш. Он говорит, хорошо, посмотри, как я, как отец. Как я отношусь к своим детям. Дети восстали против отца. Бог пошел навстречу, отдал своего сына. Отец, который имел блудного сына, шел навстречу, одевал, покрывал. А мы чуть-чуть сразу вспыхиваем. Ругаем, ты такой-сякой. Я тебе не дам, еще что-то. И это усугубляет конфликты. Поэтому моя мысль, я хочу поддержать то, что сказал Ростислав Николаевич, и сказать, что вот эти библейские принципы, они меняют нас. Я, как отец, учусь отцовству. Вот это тоже не должна быть позиция у меня. Я вырос, мне уже за 40 лет. У меня уже поколение детей выросло. Я что-то знаю. Бог говорит, учись. И еще я заметил ход жизни. Вот смотрите, ребенок рождается слабым. Его родители тут же подхватывают. Это первый урок, который нужен ребенку. Ты сам не можешь выжить в жизни. Но когда я состарюсь, я пойду к рукам того ребенка, которого я подхватил, и скажу, подхвати меня, ноги не носят, глаза не видят. И это тоже урок, который Бог дает вот этому поколению, которое все время было сильным. Он скажет, ты слабый. А ну-ка, поучись у своего ребенка. А ну, доверься ему. И он тебя успокоит. И что ты ему дал? Да, что ты ему дал. Тебе придется это пожать, с одной стороны. Но с другой стороны, он уже сильнее тебя. То есть, вот этому циклу жизни нужно тоже нам понимать, что хорошо, сейчас я живу в таком конфликте с детьми. Кто тебе в конце жизни подаст стакан воды? Вы понимаете? Поэтому вот это уроки, которые, уроки жизни, уроки отцовства. Только Бог, он меняет. И вот это выражение, что Бог отец, и Бог говорит, я есть любовь. Бог есть любовь. Я прихожу к Богу каждый день за этой любовью. У меня нет сил любить иногда, правильно, родных. И я говорю, Господи, помоги мне уважать детей, воспитывать. Их благослови полюбить нас, принять. Вот эти уроки, возрождающие каждую семью, мне кажется, нужны в каждой семье. Да. Да, спасибо нашим исследователям истории и Библии. Благодарны вам, наши друзья. Мы надеемся, что услышанное, мы надеемся и верим, что услышанное будет полезным для вас. В следующий раз мы хотели бы поговорить о росте преступности и морали. И мы приглашаем вас посмотреть нашу следующую программу. До новых встреч. Мир вам. До свидания.